Всем привет, ребята! Сегодня будет ну очень интересное видео. Во-первых, вы давно меня спрашиваете, почему я не показываю свою муравьиную ферму в форме куба от фирмы Black Ant. И сегодня по вашим многочисленным просьбам я покажу эту ферму, а также мы разместим у нее на арене очень интересный и необычный декор. Ну и вторая тема сегодняшнего видео это то, что сегодня ночью у меня родилась четвертая бабочка. И она супер-мега-огромная. Я специально закрыл бабочкариум кусочком поролона, чтобы сохранить интригу. Ну что, ребята, вы готовы увидеть гигантскую бабочку? Садитесь, потому что если вы стоите, то вы просто упадете. Итак, открываю! Вау! Смотрите, она просто Sega-мега-гигантская. Смотрите, это просто какой-то слон. Вот она, ребята, смотрите, класс, она коричневая. И просто огроменная. Вот это да! Представляете, я был в шоке, когда увидел сегодня утром этого монстра у меня в бабочкариуме. Ну что, ребята, я даже не знаю, с чего начать. С формикария или с бабочки? И давайте, наверное, сделаем так. Сейчас откроем бабочку, посмотрим на нее, выпустим ее немного полетать. Потом я покажу вам формикарий, установим декор. А потом мы снова посмотрим на бабочку и попытаемся ее даже покормить сиропом. Итак, поехали! Итак, берем аккуратненько бабочкариум и открываем. И самое интересное, что она сидит на этой куколке, из которой она родилась. Поэтому ее очень просто достать. Вау! Смотрите, какая она! Класс! Так, а где у нее брюшко? А, вон там внутри. Ого! Ничего себе, какое брюшко! Слушайте, я ее просто боюсь, ребята, а вдруг она кусается. Это жесть! Знаете, когда что-то большое, сразу думаешь, блин, интересно, оно кусается или нет. Слушайте, такая, у нее такие глаза огромные. Еще и такие, смотрите, там полосочки на глазах. Интересно, как она правильно называется? Первое, что у меня приходит в голову, это какой-то тигриный глаз, правда? Смотрите, она такая вся, как тигр. Еще вот эти такие, как будто глаза. Блин, ты живая, бабочка? Ну нет же, вроде двигалась, значит, живая. Машет крыльями. Живая. Так, давайте достанем вместе ее с коконом. Блин, я боюсь. Так, этого поставим на место, потому что там еще у нас живой кокон. Блин, ребята, я боюсь ее брать в руки, потому что она реально огромная. Класс. Смотрите, какая она классная. Попытаюсь показать вам поближе, пока она не испугалась. Вау, смотрите, какие глаза, интересно, у нее прям какие-то полосы там. Вот это монстр, да? Это супер монстр. Блин, я боюсь пересаживать ее на палец, потому что мне кажется, что она меня укусит. Это было бы смешно. Знаете, меня укусила бабочка. Ну, открой крылышки. Ой, ой, ой. Вау, вы видели, она открыла крылья, они какие-то фиолетовые там. Ты что, на меня накакала, что ли? Да, ребята, бабочка просто суперогромная и суперкрасивая. Просто загляденье. Но жаль, что она не любит открывать крылья, потому что сверху она тоже очень красивая. Какие-то фиолетовые оттенки. Вообще другая краска, не такая, как снизу. Полетела! Ну, ладно, ребята, пускай наша новорожденная бабочка немножко отдохнет, посидит на занавеске, а мы займемся нашей муравьиной фермой в форме куба. Итак, ферма в форме куба. Вы давно просили ее показать, сказать, что там с ней происходит, но ничего особенного не происходило, поэтому я вам ее не показывал. Но вот сейчас у меня пришла идея поставить очень интересный летний такой декор. Знаете, сейчас зима на улице, хочется немножечко как-то развеселиться, какого-то летнего настроения, и поэтому я закупил на фирме Black Ant очень интересный и необычный декор. Такого декора я ни у кого еще ранее не видел в стиле миньонов. Смотрите, ребята, эти прикольные чувачки. Они в желто-таком голубом цвете сделаны. Это их такой стиль, и поэтому я решил сделать в стиле миньонов. Я засыпал желтый песочек. Уже стало довольно весело, но сейчас мы добавим сюда немножечко разных вещей, и будет вообще очень-очень прикольно. Итак, ребята, насыпаем такую дорожечку из голубого песка, и на желтом фоне это будет выглядеть, как будто это какая-то такая, знаете, река, причем такая яркая, мультяшная и красивая, и сразу становится по-настоящему летнее настроение. Так, теперь добавим штрихов. Поставим сюда лежачок. Вот такой вот реально миниатюрный, как будто, знаете, пляжный такой морской лежачок. Так, теперь второй. У нас есть уже два лежачка на берегу реки, и, по-моему, это выглядит очень-очень прикольно. Так, теперь добавим миньонов. Сюда у нас будет один миньончик. Он как будто лежит, такой, знаете, загорает пузом кверху на солнышке, и ему очень-очень прикольно. Второго миньона мы поставим тут под стеночкой. Он такой поднял руку, типа, йо-хо, чувачки, как дела? Такой веселый чувачок. А тут давайте поставим маленькую лодочку, такая, знаете, на бережку реки будет стоять маленькая прикольная лодочка. Класс, слушайте, декор просто уникальный. Я такого декора еще, честно, никогда не видел. Просто какое-то произведение искусства получается, а не формикарий. Так, что у нас дальше? Дальше мы давайте поставим третьего миньона. Здесь вот возле лежачка, как будто он такой поднял ногу, не может залезть. Так, ой, блин, не могу залезть. Что-то я так притомился отдыхать. Да, получается уже очень-очень весело. Далее мы возьмем такой маленький спасательный круг и поставим возле лодочки. Он тут будет смотреться просто идеально, по-моему. Как вам кажется, ребята? Напишите в комментариях, как вам этот декор. Мне просто очень-очень нравится. Я в восторге. Далее у нас есть такой вот маленький маячок миниатюрный. Мы его поставим. И сразу, смотрите, муравей заинтересовался, что это такое здесь поставили. Нужно посмотреть, обязательно изучить, что это тут за маячок такой поставили. Так, здесь у нас будет такой маленький-маленький якобы пляжный домик. Такой он добавит такой, знаете, штрихов в нашу картину. Будет очень хорошо здесь смотреться. Так, что еще, ребята? Что у нас еще есть? А еще, ребята, у нас есть вот такие вот прикольные булыжнички, которые я тоже купил специально для этих целей. Оранжевые и желтые, по-моему, очень-очень подходят нам по стилю. Добавим этих булыжничков, причем давайте сделаем так. Оранжевые положим на желтом фоне, а желтые положим на голубом фоне. Будет просто супер. Как будто, знаете, такая река и в ней такие булыжнички. Класс. По-моему, выглядит просто-просто отлично и супер стильно. Такого фармикария точно еще ни у кого не было. Класс, ребята, даже муравьям, по-моему, нравится, они начинают изучать этот декор, что же это такое интересное. Также у меня, ребята, есть вот такие вот маленькие-маленькие камешки, как будто такая, знаете, галька, морская галечка. И сейчас мы тоже немножечко добавим ее к нам на арену фармикария. Я думаю, что вот здесь, вот на переднем плане, эта галька будет смотреться просто идеально. Ну что же, теперь давайте посмотрим на то, что у нас в итоге получилось. Вы знаете, по-моему, это просто какое-то произведение искусства. Да, ребята, получилось реально классно. Я получил огромное удовольствие от процесса выкладывания декора на арене. И вы знаете, чем мне очень нравятся эти фармикарии от фирмы Black End? Это то, что они, с одной стороны, компактные, с другой стороны, у них огромная высокая такая арена, на которой много места, много воздуха. Можно ставить даже какой-то высокий декор. Даже, знаете, можно поставить такие небольшие деревца. Если была какая-то пальмочка, можно было бы поставить сюда эту пальмочку, и выглядело бы очень красиво. Можно даже делать в другом стиле какие-то кустики, какую-то травку здесь посадить. Она будет расти вверх, муравьи будут ползать, и будет просто прекрасно. То есть огромная арена в сочетании с тем, что здесь огромные ходы, потому что они расположены вертикально, и вы сразу же четко видите, кто здесь что делает. Вот у нас сидит здесь матка, она там что-то делает, он копошится. Пока что закрыты верхняя часть ходов, потому что муравьев мало, но я со временем открою один выход, второй, третий, и они смогут заселить весь-весь формикарий. Увлажняется эта ферма вот здесь, вот сюда заливаете водичку, здесь вот идет микрофибровая такая губка, и все прекрасно увлажняется. Слушайте, просто, мне кажется, одно из самых идеальных решений для формикария. И, кстати, сейчас на сайте Black End проходит акция. При покупке формикария вы еще и получаете микроскоп-подарок. Так что поспешите, количество подарков ограничено, да и акция может скоро закончиться. Ссылочка в описании, переходите. А теперь пришло время покормить нашу новорожденную бабочку. Я посадил бабочку возле крышечки со сладкой водой и решил подождать. Вдруг она сама поймет, что это можно пить. Сначала бабочка посидела и подумала, хочет ли она вообще кушать, а потом медленно, как бы нехотя, развернула свой длинный хоботок и погрузила его в сладкую воду, немного помешивая, наверное, чтобы сахар лучше растворился, и начала пить. При этом она иногда медленно раскрывала крылья, и это говорило о том, что ей очень нравится. Ну что же, наша бабочка напилась, спрятала хоботок и теперь сидит и думает, что же ей делать. Может, полететь куда-то или может, просто посидеть. О, открыла крылышки. Класс! Все-таки она красавица, ребята. Ну что же, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, вам понравился декор в нашем формикаре. Мне лично очень понравился, но мне интересно ваше мнение. Напишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а на сегодня все, ребята. Будем прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok